привет, друзья. мы продолжаем работу на ежегодной дилерской конференции. мы 10 уже с лишним лет торгуем продукцией Adria, и это действительно интересный завод, который нас всегда радушно принимает. мы находим здесь всегда много интересного, заряжаемся каким-то позитивом, креативом, находясь в стенах этого предприятия, которое является, наверное, одним из самых известных в Словении, потому как автодома Adria, они экспортируются по всей Европе и являются вообще самыми популярными именно в плане экспорта. то есть абсолютное большинство продукции завода Adria Mobil уходит на экспорт. в России с каждым годом становится все популярнее путешествовать на автомобиле, особенно на автомобиле, который оборудован в том числе и для проживания. мы сегодня рассмотрим с вами очень популярный дом на колесах, который, к сожалению, мы очень давно не привозили в Россию, потому что этот формат, он у нас вот только сейчас набирает популярность, и не все готовы, грубо говоря, платить за автодом, у которого нет, грубо говоря, туалета и душа. но в данном случае у нас это все реализовано здесь немножко в другой форме, конечно, потому что это вэн. он действительно небольшой, его можно использовать на каждый день, кататься на нем на работу, по делам, по каким-то. это автодом Adria Active на шасси Renault Traffic, друзья. я вам расскажу сейчас коротко, не буду фокусироваться на размере спальных мест, в запасе воды. это все вы увидите по ссылкам в описании к видео. давайте посмотрим просто, что здесь есть, на что стоит обратить внимание, и почему, собственно, я вам это рассказываю и показываю. во-первых, любой заводской автомобиль, который собран на Adria, он продуман до мелочей. здесь, конечно же, будут пространства для хранения. здесь будет трансформируемая мебель. какие там особенности, связанные с размещением газовых баллонов, может быть, запасов воды. в этом автомобиле есть все необходимое для того, чтобы остановиться и переночевать. во-первых, приготовить пищу на газовой плите, помыть посуду, там руки, может быть, овощи и фрукты, то, что вы собираетесь готовить, сохранить продукты в холодильнике, который здесь располагается. видите, какая специальная штуковина. и холодильник, на самом деле, довольно глубокий. здесь все работает от электричества, от газа, то есть, в принципе, все эти ресурсы, они легко пополняются. электричество вырабатывается двигательным, как мы знаем. холодильник может работать от газа, он может быть, в зависимости от модели, компрессорным, либо неводородным, аммиачным, который работает, в том числе, от газа. здесь у нас есть отсек для газовых баллон, и мы сейчас его в задней части автодома увидим. ну, давайте попробуем здесь потрогать вообще, как это все сделано. смотрите, есть вот такая шторка, допустим, неправильно снова открывать, которая закрывает вам окна. со всех сторон это делается. здесь я вижу, в верхнем положении находится дополнительная кровать, но я бы назвал ее основной, потому что так-то видно, что здесь по количеству ремней может передвигаться раз-два-три пассажира. может быть, взрослым людям здесь будет не очень удобно, но если у вас большая дружная семья с тремя детьми, они здесь очень комфортно будут располагаться во время движения, за столом что-то делать, может быть, рисовать, смотреть какие-то мультфильмы. если вы посчитаете это возможным, вы, допустим, как родители, можете располагаться в кабине. сидения эти вращаются к столу. то есть, все могут в какой-то момент вместе принять пищу. кровать, я сейчас вижу, что она поднята вместе с крышей. я просто тяну вниз ее, и мы с вами получаем спальное место, друзья. здесь матрас, специальная страховочная сетка, которая убережет вас от падения. по бокам можно открыть дополнительные шторки. они сейчас застегнуты, но, в принципе, этого требует погода. лучше, чтобы лишний свет сюда от солнца не попадал. в общем, здесь комфортно могут расположиться два отдыхающих. максимальный вес для этой кровати 150 килограмм, то есть два человека по 75 килограмм. это взрослые люди. ну, вот я здесь только и вешу как раз. пространство для хранения, которое прячется вот в этих ящиках. здесь ящик, здесь ящик, а внизу, если не ошибаюсь, у нас находится пространство, в котором установлен аккумулятор. как я и обещал, сидения у нас будут поворачиваться. можно сидеть за столом всем, как я сказал. с противоположной стороны я вижу, давайте вместе посмотрим, пульт управления, две usb-розетки и пульт контроля, включение-выключение света, внешний фонарик есть и включение водяной помпы. а тут мы, собственно, можем проверять зарядку аккумуляторов салонного, автомобильного и запаса воды, друзья. и здесь очень много интересных моментов, связанных с удобством. во-первых, не лишним будет прикупить биотуалет, друзья. я открыл нижний отсек, и тут мы видим пространство для размещения газового баллона, редуктор на 30 миллибар. здесь также шкаф для хранения каких-то вещей, и видно с вами внешний душ, который подключается к внешнему разъему. и, собственно, вы можете помыться здесь, помыть какую-то технику, если это необходимо, и, собственно, чувствовать себя комфортно. соответственно, розетка 220 вольт. еще важно отметить то, что этот ряд сидений, на котором у вас размещается три пассажира, он имеет возможность двигаться вперед-назад, раскладываться в спальное место, и, соответственно, вы можете как-то выбирать, сколько вам нужно пространства. тут опционально вам будут предлагать огромное количество аксессуаров, друзья. тут можно палатку будет пристегнуть какую-то, и получить такую небольшую веранду, может быть, поставить там небольшой столик, стульчик. в общем, варианты по дооборудованию таких мини-автодомов, они вообще бескрайние. тут можно что угодно сделать, поставить маркизу. я думаю, ничего не запрещает поставить туда солнечные панели. вот, кстати, мы с вами видели, что там находится бак для воды, здесь, собственно, заправочная горловина. что касается автомобиля Renault Traffic, я, к сожалению, не эксперт именно по этой технике. для этого, может быть, стоит заглянуть на официальный сайт производителя Renault, и он наверняка вам расскажет о том, какой здесь двигатель стоит. но я вижу, что здесь уже заливная горловина для дизельного топлива и для AdBlue гормочевина, друзья. ну, что ж, время идет. экологические требования становятся все строже, поэтому в большинстве автомобилей с дизельными двигателями мы уже встречаем горловину для заправки мочевины. таким образом, друзья, это полноценный автодом. мы здесь увидели с вами спальные места, места для передвижения, места для хранения, запас воды, газовая плита, холодильник, умывальник, гардероб. в общем, трансформируемая мебель даже. то есть, в принципе, это универсальный вариант, как для каждодневных поездок, так и для путешествий. думаю, если вы решили начать активно передвигаться, хотите открыть для себя караванинг, этот автодом вам подойдет. если заинтересовали подробности, смотрите в описании к видео технические характеристики, звоните нашим менеджерам. меня зовут Александр, это канал про дома на колесах. мы вещаем из города новое место в Словении, с длинницкой конференции Adria Mobil. спасибо за внимание. до новых встреч. пока.